Сейчас будет тренинг, то есть это важная часть нашей программы, очень важное мероприятие. Мы будем сейчас желать всем счастья. Это нужно для того, чтобы потом дома научиться молитве. Итак, все сели прямо. Проблема заключается в том, что мы не умеем это делать. То, что и побеждает судьбу, мы это делать не умеем. Мы сейчас принципы молитвы с вами пройдем сейчас. Мы не будем молиться, потому что у каждого разная вера своя, но мы сейчас принципы эти пройдем. И потом вы дома будете их применять. Смотрите, принцип такой, любой молитвы. Первый принцип. Я настраиваюсь на святость. Молитва не означает что-то бубнить. Молитва это движение куда-то, которое побеждает мою судьбу. Я настраиваюсь на святость. То есть какая святость бывает? Давайте изучать, есть в моей жизни святости или нет. Смотрите, это может быть святой человек. Допустим, мне нет, вы говорите, мне нет святого человека. Но если вы верите в Сергия Радожского, в Серафима Саровского, даже если это не ваша вера, святой человек в вашей жизни уже есть. Дальше, это святое место. У меня нет святого места в жизни. Но если вы узнали от кого-то, близкий человек вам сказал, я стоял там к этой святой Матроне, очередь выставил, выставил, попросил у нее, и все сбылось. Значит, есть святое место. Значит, есть место, где можно получить милость, благословение. Вы уже узнали об этом. Значит, у вас есть такая вера в вашей жизни. Теперь есть имя Бога. Допустим, в мусульманской вере пишут имя Бога, поклоняются имени Бога. Есть священное писание, ставят священное писание и поклоняют священному писанию. Один и тот же результат получается во всех этих случаях. Святость – это сила, которая настраивает нас правильно, а судьба – это сила, которая разрушает правильный настрой. Для того, чтобы правильный настрой оставался, человек каждый день должен настраиваться на святость. Как вы будете это делать? Только в своей вере. Если нет своей веры, значит, в той, которая ближе. Делайте это так, как удобно вашему сердцу. Я не предлагаю вам веру, конкретную традицию, культуру. Я предлагаю вам метод, по которому человек побеждает свою судьбу. Метод, известный с древних времен. Ничего не придумано. Итак, я настраиваюсь на святость. Настраиваюсь на святость. Как настраиваться? Мысленно кланяться святости. Первый способ. Я хочу выполнять твои наставления, вспоминать наставления. Есть разный тип мышления. Вспоминать наставления святого человека или святости, или священного писания. Дальше. Третий способ. Верить в это, в святости. Думать о святой земле. Думать о священном, о чем-то. Для того, чтобы это сработало в моей судьбе, для этого мне надо применить истинное эго. То есть я должен сказать, вот это вот то, что я почувствовал, я должен сказать, я желаю всем счастья. И вот то самое, что я почувствовал, отдать другим. Не держать внутри себя, оно прокиснет там. Отдавать другим. Человек может быть только проводником энергии счастья. Он не может задержать себе энергии счастья. Желание задержать себе счастье, это и есть деятельность ложного эго, которая разрушает жизнь человека. Я желаю всем счастья. Вспоминаем святость. Я желаю всем счастья. Вспоминаем святость. Если ничего не вспомнили, что желать? Тогда надо плакать. Я хочу вспомнить. Хочу вспомнить святость. Я желаю всем счастья. Вот так надо делать. Первый этап. Погружение. Я забываю про все, начинаю желать всем счастья, вспоминать святость. Второй этап. Успокоение. Этапы, которые вы будете проходить. Сердце становится спокойно в жизни. Третий этап – знание. Неожиданно я узнаю, как жить. Мне приходит ответ правильный. Четвертый этап – вера. Я знаю, что это работает система и буду ее делать опять, вновь и вновь. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое.